Ребята, привет, приветики! Вы на канале из жизни сетевика. Зовут меня Светлана Носович и на своем канале я делюсь своей жизнью, в то время как работаю, сотрудничаю с компанией Фаберлики, работаю из дома в статусе индивидуального предпринимателя. Так, кто смотрит мой канал давно, те знают, что я осуществила одну из своих мечт, а именно это жить отдельно от родителей долгое время. Мне не позволяли никакие-то моральные мои возможности, если можно так сказать. Не знаю, как выраститься. Короче, страшно мне было, вот что хочу сказать. Не финансовые, ну вообще, я говорю, страшно было, я по финансам боялась, что не справлюсь. Вот, так как я живу вдвоем с сыном, то есть по большей части я его практически содержу, да, там с мужем, с моим бывшим и в разводе, там есть алименты, но они не такие большие, как хотелось бы, скажем так. Ну и то, слава Богу, молодец, что платят. Вот, поэтому у меня долгая мечта была, это жить отдельно от родителей, купить квартиру, пока такой возможности нету, хотя мы рассматриваем варианты. И мы с Ярославом нашли очень удачно квартиру, снимаем, да, арендуем квартиру. Квартира небольшая, однокомнатная, старенькая, но она довольно-таки уютная. Вот вторая мечта, которая осуществилась, это мы взяли котика. Вот он с нами теперь живет, потому что родители мои их попугай, но и там папа у нас котика не хотел. Короче, вот эта длинная подводка к тому, что, что нас в ближайшее время ждет, вот почему я начинаю видео с кухни, а нас будет ждать небольшая переделка кухни. Сейчас я переключусь, наверное, на широкоэкранный, там немножечко потрясывать будет, но будет больше обзор. Сейчас объясню, что я планирую делать, ну и дай Бог, конечно же, я надеюсь, что все получится. Вообще, я говорю, как Бог даст, но будем стараться, чтобы все получилось. Так, я переключилась на сверхширокоугольник, вот так это выглядит, прям вообще такой обзор прекрасный, да. Так, ну и здесь у нас вот такая вот раковина, я тоже ее драила, уже чем только не передраивала, если честно. Я нашла выход из положения, я насмотрелась видеороликов по ремонтам, по бюджетным ремонтам, и мы эту раковину попробуем покрасить эмалью специально для раковин. Что еще у нас? Кстати, это стоит здесь, я поставила специально, чтобы меня не забыть, я буду, когда поедем в город сегодня, буду вносить мусор, чтобы мне не забыть эту коробочку. Так, сверху у нас шкафчики вот такого мраморного цвета, это пленка наклеенная, она тоже уже довольно-таки страшненькая, ручки все в разнобой, где-то ручки вообще нету, поэтому я на Валберис заказала 10 самых дешевых пластиковых черных ручек, но они там в цвете венга, но я думаю, они будут черные. От прошлых хозяев, которые клеили, видать, им стало лень, и низ они просто уже не доклеили, осталась вот такая пленка, она практически как новая, поэтому что я хочу сделать? Я хочу полностью переклеить низ вот этих шкафчиков такой же пленкой, чтобы уже не покупать. Единственное, хочу, мы поедем в Ома, придет скоро папа, я его постригу, он кое-что принесет еще для дома, принесет вот скатерть, кстати, на этот стол. Стол у нас большой раскладной, тот кухонный мы перенесли в комнату, вот, и здесь на этот стол, если хватит, я постелю скатерть, а при середине так и положу вот эту вот зеленую пленку, да, я ее за рубль с копейками белорусских рублей, мы живем в Беларуси, в городе Бресте, покупала в фикс-прайсе. Так, в Ома я хочу посмотреть пленку плотную для столешницы, тоже на основании видеороликов блогеров по бюджетному ремонту, вот именно для съемных квартир, я посмотрела, что, в принципе, вариант неплохой, на год-два хватает, если еще аккуратно пользоваться, то есть я в основном ставлю все сюда, на эту термосалфеточку, тоже покупала в фикс-прайсе, ее совсем задешево, вообще классная вещь, я даже сюда горячие кастрюли ставлю, ну и она нормально выглядит, вот, поэтому обязательно надо переклеить, потому что здесь уже, ну вот вообще, сами видите, да, что творится. То есть низ у нас будет мраморный, так как эта пленка есть, вверх, я подберу какую-нибудь однотонную, не столешницу, пленку на столешницу однотонную, я хочу, чтобы это было не очень темное, а какой-нибудь просто светло-серый цвет, может быть вот такой, но однотонный, я не знаю, буду, ребята, исходить из того, чтобы это была дешевая пленка и более или менее нормально, то есть она должна быть потолще. Так, ручки я заказала на Валберес, потом перекрутим, ну вот эту вот ерундовину, так и оставим, если хватит вот этой пленки на низ и останется, тогда переклеим еще верхние шкафчики, потому что тоже она вся уже запачканная, ее просто-напросто даже не отмыть. И в планах, я правда не знаю, как я здесь буду вырезать, посмотрим, и в планах у меня эмалью покрыть раковину, я тоже посмотрела, посмотрела отзывы, что в принципе держаться должно неплохо, она постепенно потом просто вымывается, когда чистится это все. Единственное, я понимаю, что скорее всего вот это вот черное, это не сколы, это я не знаю даже что, но шершавое, я не перекрою скорее всего, но все равно в любом случае скроется вот эта вот желтизна, скажем так, что я уже драила и щетками, и порошками, и фаберликовскими, и не фаберликовскими, чем только не драила один фиг. Вот, потом в дальнейшем еще, вот я повесила, кстати, вторую штору, уже стало поуютней, я уже проговаривала в одном из видео, я хочу здесь сделать ручной коврик, руками его, вот прям вот так вот проложить, то есть это тоже уже будет что-то более однородное, и немножечко прикроет пол некрасивый, который я тоже уже рассказывала, не смогла отдереть. Потом сюда у меня по планам есть мозаика, это алмазная мозаика, большая картина 40 на 50, вот в такой цветовой гамме, там будут цветы пионы, и сюда вот тоже я в фикс прайсе купила такую мозаичку, попробовала вообще как, это классно получилось, повесим, и в планах, если даст Бог, все хорошо получится, сюда я хочу еще тоже повесить домик 4 времени года, очень красиво я нашла на Валберс, но пока меня душит жаба, там не дешево, скажем так, плюс сюда я повесила вот такой календарик, именно сюда, почему, потому что здесь тоже вот такая вот у нас красота, по крайней мере он хоть немножечко как-то все это дело скрыл, вот, так что день у нас сегодня насыщенный, Ярослав сейчас пойдет в школу, мне главное не забыть эту коробку забрать вместе с мусором, мы с папой поедем сначала в ОМА, мне надо там купить пупырчатую бумагу для отправки заказа, посмотреть пленку купить недорогую, респиратор купить недорогой, и купить вот этот спрей для раковин ванной керамики, он стоит в районе 11 рублей, это я уже цену узнала, потом мы поедем в Евроопт, папе там что-то надо, я зайду в 3 цены, после 3 цен мы поедем в фикс прайс, я там увидела такую типа лампочку, хочу сюда, потому что вечером темновато, когда что-то делаешь, она нажимная, и на батарейках приклеивается, посмотрю, это я видела на сайте, вот, в фикс прайсе я еще видела корзинку, хочу сюда вот на дверцу корзинку белого цвета, чтобы вот так вот она могла там висеть, или с этой стороны, подумаю, и что-то еще я видела в фикс прайсе, но не помню, вот, короче, вот такие планы, сегодня поедем ездить, закупаться, и потихонечку, когда уже, наверное, ручки придут, и будет у меня достаточно времени, силы, желания, будем обклеивать эту кухню, наводить здесь более или менее какую-то однородную красоту, с такой вот прекрасной, веселой прической в домашней обстановке, скажем так, так, еще пару слов, смотрите, хочу, что, что у меня торчат эти волосы, что пояснить, да, по поводу вот этой квартиры, квартиры, как-то было писали в комментариях, что вот она такая вся страшная, чего вы там не сделаете ремонт, и так далее, я бы с удовольствием бы начала делать, ну пусть сначала там не капитальный, а хотя бы какой-то такой, да, экспресс-ремонт, если бы эта квартира была моя, но так как эта квартира съемная, неизвестно вообще, как долго мы здесь проживем, да, то есть сейчас мы в ней уже живем полгода, время пролетело просто невероятно быстро, неизвестно, как дальше сложатся обстоятельства, поэтому делать здесь какой-то ремонт, да, я не вижу смысла тратить на это деньги, по поводу вопроса, да, такого, чтобы, например, с хозяевами поговорить, да, о том, чтобы, ну, хозяева типа вложились, и сделать ремонт, опять-таки, да, это затрата моих усилий, пусть даже и хозяева там вложатся, или даже, ну, хорошо, пусть они кого-то наймут, но опять-таки здесь есть вероятность того, что стоимость квартиры самой аренды, она увеличится, а на данный момент, из расчета курса, скажем так, я уже мы про стоимость рассказывала, ну, вот посмотрите первое видео, видео про квартиру, меня вот эта аренда, да, очень устраивает, как бы, я смотрела в первую очередь даже на это, и потом, когда пришла, построила квартиру, да, свои недочеты есть, где-то что-то ободранное, обои есть, потому что здесь до нас тоже жил котик, но запаха никакого нету, потому что перед тем, как снимать эту квартиру, я смотрела еще одну двухкомнатную, за 110 долларов аренда, она чуть ближе даже к Ярико школе, но там она просто была убитая вообще, просто в хлам, там как бы и запах такой тяжелый был, она какая-то темная была, и какая-то как, вот я не знаю, может кто-то посмеется, но вот как будто бы как аура какая-то была, такая недоброжелательная, я не знаю, что-то как-то вот, слава богу, что мы ее не сняли, и потом как раз таки получился вот этот вариант, еще дешевле и намного уютнее, вот, поэтому вот этот ответ по поводу ремонта, я бы с удовольствием бы потихонечку бы делала ремонт, с учетом того, если бы это я купила, допустим, такую квартиру, да, в таком состоянии, и постепенно тогда делать ремонт, да, но в съемной квартире опять-таки неизвестно, как надолго мы в этой квартире, и как дальше сложатся обстоятельства, делать какой-то даже косметический ремонт, переклеивать те же обои, либо где-то еще что-то, я не вижу вот просто смысла, вот правда, это опять-таки мое личное мнение, квартира здесь довольно-таки неплохая, теплая, нигде ничего не продувает, не протекает, слава богу, я здесь все перечистила, перемыла со всякими средствами, поэтому как бы нам здесь хорошо, уютно, и вот, ну, как-то вот поверхностно, да, я стараюсь создать дополнительный какой-то уют, вот, так что, может быть, у кого-то был такой вопрос. Еще не все, смотрите, что вытворяет эта красота, Ярик пошел, короче, вещи бросил, и говорит, что кот их складывается, у этого начинается по скакушке, по бегушке, ну, это нормальное явление, он покусал радостно, короче, что еще, я же выкладывала видео про этот стеллаж, в итоге, кстати, сейчас вот делаю я заготовки для коврика, не смотрите на это, это нормально, это все творческий беспорядок, все-таки надо, но, я хочу в фикс-прайсе, вспомнила, что еще я хотела в фикс-прайсе, посмотреть, вообще хотела, тоже, это все творческий беспорядок, это ткани, вещи, которые я буду резать на коврик, у меня кот их посбрасывал сегодня утром, пока я еще их не поскладывала, подумала, не буду складывать, если сегодня я планирую это все порезать, вот, короче, суть в том, что я хочу купить, вот таких, думала, штуки, три-четыре коробочки, чтобы их расставить, но я посмотрела, они сейчас в фикс-прайсе по 7 рублей, по-моему, мне кажется, раньше были по 4, поэтому я посмотрю, что-то подешевле может быть, чтобы немножко, вот это вот мелочевку, все такое спрятать, и красивенько поставить, вот сюда, на стеллаж, вот так, короче, все, это мое рабочее место, Ярико, рабочее место, вот этот, кстати, стол, который мы перетащили, вот это мы забрали из прихожей, и вот так я вот тут работаю,